Китай приветствует иностранные инвестиции. Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил вице-премьер Госсовета Кэндер Лю Хэ. Он также рассказал, на каких направлениях экономической работы в стране будут фокусироваться в нынешнем году. В 2023 году мы продолжим работать над тем, чтобы добиваться прогресса на основе стабильности. Будем проводить активную налогово-бюджетную политику и разумную денежно-кредитную политику, а также поддерживать разумный экономический рост, стабильность цены и ситуации в сфере занятости. Приоритетами для нас будет расширение внутреннего спроса, обеспечение стабильности производственных цепочек и цепочек поставок. Мы будем поддерживать частный сектор, углублять реформы госпредприятий. Мы приветствуем увеличение иностранных инвестиций в Китай. Напомню, Международный экономический форум в швейцарском Давосе открылся накануне и продлится до 20 января. Впервые с начала пандемии он проходит в оффлайн-формате девиз форума в этом году «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». По оценке организаторов, Давос посетит рекордное число участников – более 2700. Среди них политики, бизнесмены, ученые и журналисты. На повестке дня вопросы, связанные с инфляцией, низким экономическим ростом, промышленным спадом, социальными проблемами и геополитическими рисками. Вице-премьер госсовета Кейнер Лю Хэ из Давоса отправится в Цюрих, где завтра запланирована его встреча с министром финансов США Джанет Йеллен. Как сообщили в Министерстве коммерции Кейнер, целью этих переговоров станет реализация консенсуса, достигнутого главами двух стран на острове Бали. А также усиление координации в сфере макроэкономической и финансовой политики.